Так что, возможно, мой ордер на 8500 все-таки еще отработает. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Президент США может на самом деле попытаться запретить биткоин в какой-то момент. Правда ли это и что этот запрет будет означать для холдеров и трейдеров биткоина? Также сегодня мы поговорим о Libre и о том, что происходит на рынке, и что буду делать конкретно я. Поехали. Начнем с одной из главных новостей, посвященной запрету биткоина Дональдом Трампом. Да, это возможно, но крайне маловероятно. Я думаю, что тирада Дональда Трампа в Твиттере на днях дает нам некоторые представления о том, насколько он небольшой поклонник криптовалюты. Если вы не понимаете, о чем сейчас идет речь, посмотрите видео по подсказке, которое сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Но также стоит отметить, что биткоин сейчас потенциально стремится к самому глобальному бычьему забегу в истории, который приведет его к десяткам или даже сотням тысячам долларов за монету. Существует реальная вероятность того, что люди начнут рассматривать биткоин как более надежный экономический инструмент и более надежную форму денег, конечно же, чем доллар США. И это большой страх для абсолютно любой нации, которая также, как и США, использовала печатание денег для облегчения своей деятельности, стабилизации своей экономики, поддерживания экономических и финансовых войн. Так что вполне могу предположить, что лидеру Соединенных Штатов не понравится этот огромный всплеск цены биткоина. Но может ли он на самом деле запретить главную криптовалюту напрямую? Запретить некоторые аспекты экономики биткоина вполне возможно. Но одна из замечательных особенностей биткоина заключается в том, что он не может быть отключен сам по себе. Потому что существует десятки тысяч нодов по всему миру, которые управляют биткоин-блокчейном. Вам придется отключить каждую ноду во всем мире, чтобы отключить биткоин. Или вообще запретить интернет по всему миру. А это далеко за пределами возможностей даже такого человека, как Дональд Трамп. Биткоин все равно будет продолжать существовать. Единственное, что могут сделать Соединенные Штаты, это запретить владение биткоинами, запретить торговлю биткоинами, запретить обмен биткоина на фиат с помощью биржи. Они могут сделать так, что вы больше не сможете купить биткоин за доллары законным способом. Или же запретить покупку биткоина с помощью кредитной карты или банка. Но всегда будет существовать вероятность того, что это можно будет сделать нелегально. Есть много версий, как это может произойти, но закрыть всю криптовалютную отрасль будет очень трудно. Я бы сказал, практически невозможно. Но такие попытки, я думаю, безусловно не пойдут на пользу курсу биткоина. Наверняка, если мы услышим какие-либо высказывания о запрете биткоина в Соединенных Штатах, цена будет падать. И все же я думаю, что это, безусловно, интересный мысленный эксперимент. Подумать над тем, что может случиться, если кто-то вроде Дональда Трампа пойдет в атаку и примет весьма неприятные меры по отношению к биткоину и другим вещам, которые ему не нравятся. С точки зрения старой, задеревеневшей системы, которая олицетворяется Трампом, биткоин это настоящая угроза для традиционных экономических и финансовых установок. Подытоживая эту часть видео, мы понимаем, что запрет биткоина Трампом очень маловероятен. В силах Соединенных Штатов запретить некоторые аспекты экономики биткоина, но отключение всего биткоина им точно не по зубам. А значит биткоин сегодня нельзя остановить. Продолжаем тем, что в Палату представителей США недавно предложили законопроект о запрете технологическим гигантам выпускать цифровые активы. Законопроект под рабочим названием «Недопустим крупные технологические компании в индустрию финансов» был представлен в преддверии слушаний по поводу криптовалютного проекта от Фейсбука в Конгрессе США. Вот как нужно понимать этот проект. Если вы управляете большой социальной медиаплатформой, либо другой интернет-платформой, то вы не можете создавать деньги, или что-либо, что напоминает деньги, или что-либо, что может быть использовано в качестве денег цифровой валюты или криптовалюты. Это очень похоже на дальнейший шаг по части запрета криптовалюты, и мы видим это, потому что Фейсбук выпускает свой собственный доллар под названием «Либра». Штаты принимают это как вызов доллару США и правительству США. Что-то подобное мы уже наблюдали в Китае. И теперь правительство США начинает принимать меры по отношению к криптовалюте, в частности из-за «Либры». Мы все знаем, что «Либра» — это не маленький ребенок. Это детище, в котором замешаны огромные корпорации, не только Фейсбук. Все они объединены в ассоциацию «Либры». Кстати, если вы хотите узнать больше про «Либру», я делал большой разбор и обзор. Ссылка на него будет в описании под видео, и сейчас вылезет, конечно же, подсказка. Как обычно, можете перейти по ней и посмотреть это видео. Короче, в ассоциации «Либры» сейчас пытаются создать какой-то совет, чтобы создать хотя бы какую-то видимость децентрализации. Но независимо от этого правительство Соединенных Штатов видит в «Либре» создание нового доллара от компании Фейсбук. Именно так и законодатели и воспринимают это. И не важно, что сам Фейсбук говорит об этом в своем официальном документе. Люди в Америке все равно воспринимают криптовалюту от Фейсбука как некую альтернативу доллару. И да, криптовалюта Фейсбука не совсем криптовалюта, но это если сравнивать ее с биткоином. Если же сравнить ее с любой фиатной валютой, то «Либра» криптовалютнее некуда, если так можно выразиться. В итоге мы видим, что этот проект может действительно стать настоящей угрозой для текущей валютной системы. Я знаю, что многим сторонникам биткоина не нравится проект от Фейсбука. Я лично отношусь к «Либре» более снисходительно, ведь хотя и «Либре» будет не хватать элементов децентрализации и приватности, но именно «Либра» познакомит множество людей с криптовалютой впервые в их жизни. Думаю, что вскоре люди поймут, что они просто могут холдить биткоин вместо долларов или «Либры». При том, что биткоин, несмотря на все свои коррекции, падение на протяжении 10 лет только растет, пока эти доллары за эти 10 лет обесцениваются. Я уже не говорю про наши национальные валюты, ребята. Мне кажется, это вызовет огромный приток нового капитала в криптопространство и кучу новых людей. В целом, это будет хорошо для криптовалюты, но в то же время я понимаю все негодование, которое вызывает «Либра» у криптоэнтузиастов. И теперь вы знаете, что правительство США, скорее всего, не будет сидеть сложа руки и постарается не позволить этому случиться. Возможно, должно пройти много лет, прежде чем Фейсбук сможет успешно реализовать свои криптоидеи. Но тем не менее, я думаю, что это довольно интересная тема, которая вполне может определить следующие годы развития нормативно-правовой базы криптовалют. Что касается ситуации на рынке, все еще удивляюсь, что по какой-то иронии судьбы люди редко покупают, когда цена падает, потому что не думают, что это будет продолжаться. Зато охотно покупают тогда, когда цена растет. Что касается графика, видимо, мы наблюдали один ложный пробой этого трендового уровня, от которого цена и пляшет последние месяцы. Пока цена биткоина выше этой линии, я считаю, что все нормально. Что касается моих сделок, я ставил ордер на покупку за 8500 долларов, но цена так и не опустилась к этим отметкам. На дне было чуть более 9000. Но все равно уровень 8500 долларов мне кажется интересным. Здесь этот уровень был сопротивлением, после пробития вот здесь он кажется уровнем поддержки. Также мы наблюдали крест вот здесь, который напоминает ситуацию в прошлом. Правда, тогда после появления креста ниже дна предыдущей коррекции цена уже не опускалась. У нас это дно чуть более 9000 вот здесь. Вообще, по аналогии с этой картиной, цена должна стремиться к линии 200-дневной, скользящей, а потом уже использовать ее как поддержку. Это видно на протяжении всего этого периода. Учитывая, что скользящая все еще следует наверх, а курс должен стремиться к ней, то по идее там, где они почти пересекутся, и будет следующее локальное дно. Так что, возможно, мой ордер на 8500 все-таки еще отработает. Если же нет, я все равно не буду особенно грустить по этому поводу, так как курс уже намного-намного выше, чем когда я закупал основную часть биткоинов. Кстати, об этом закупе можно посмотреть видео на моем канале, которое я опубликовал где-то 4 месяца назад. Ссылку на него тоже в описании оставлю. Хотел еще показать вам часовые свечи. Посмотрите на этот резкий прыжок. Какая большая свеча, около 12% роста за 1 час. Сейчас давненько таких прыжков не наблюдалось. Такой здоровой свечи я не видел с апреля, получается. И самое забавное, что это была та самая свеча, которая вообще начала весь этот бычий рынок. Вот она. Кто-то скажет, да, теперь нас ждет исторический пик уже завтра. Я не могу это подтвердить, но что я могу с уверенностью сказать, то, что произошло, это очень хорошо для биткоина и тех, кто его держит. Но есть еще одна мысль, что такой резкий и стремительный прыжок вверх может быть результатом действий одного лица. Или группы лист, которые действуют заодно. Впрочем, если вы держите биткоин или купили его за 9 тысяч, поздравляю. А лично я оставил свой ордер на 8 с половиной тысяч, а в рынок пока не лезу. Но это, как вы знаете, не финансовый совет. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. О, вы определенно не первые, кто говорит мне, что это дерьмо настолько же хорошо, как нарезанный хлеб. И не последний. Мы закладываем фундамент нового экономического порядка. Хотите сказать, что когда-нибудь я смогу обменять некоторые из этих биткоинов на миллионы наличных денег? О, мой друг. Я пытаюсь сказать вам, что когда вы будете готовы, вам не придется этого делать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!